Всем привет, я нахожусь в Индии, это Гоа, поселок Калангут, который относится к этому штату. Один из самых больших популярных поселков, где размещаются пакетные туристы, в принципе, туристы, которые приезжают на Гоа. Сейчас октябрь месяца, начало октября, и я решил показать, пройдясь вечером, как выглядит этот регион, это локация, сколько здесь туристов, что здесь продают, кто гуляет, какие заведения работают, и так далее, и так далее. Сразу скажу, что народу не очень много, потому что только начало сезона. Но в то же время есть немножко европейцев, совсем немножко есть русских, и достаточно много уже сейчас индусов. Это локация, где много кафешек, крестиков, и очень много магазинов с тряпьем, сувенирами, и так далее, и так далее. В основном гуляют место индусы, торговля уже подходит к концу, потихонечку закрываются магазинчики. Но в то же время народ еще кое-что покупает и гуляет. В выходные хочу сказать, что было больше людей. Я был здесь в субботу. Видимо, многие приезжают с мегаполисов из Дели, из Мумбаи, чисто на пару-тройку дней. Потом улетают. Алка-маркет. Много тату-салонов на каждом углу предлагают. Сделают татуировку за 3 копейки. Но я думаю, что учитывая антисанитарию, которая вокруг царит, это очень рискованно. Также много собак и есть свободно гуляющие по улицам коровы. Надо быть готовыми, встретиться с этими животными, вести себя на спокойном. Спокойно, чтобы никого не смутить, никого не испугать из животных. Вот так вот выглядит двор между магазинчиками, полный хаос и грязь. Данная дорога идет к морю. Чем ближе к морю, тем больше людей, больше активностей. Можно редких соотечественников встретить. Прям совсем редких. Может быть, в это время они уже многие спят. Хотя сейчас еще и 11 часов нет. Но объективно здесь скучно, делать нечего, кроме как покупки сувениров и ужина. Сложно что-то представить. Клубы ориентированы на местных. Там индийская музыка со всей спецификой. Вот. Турагентство ориентировано на местных индусов, туристов, отдыхающих. Нормальные экскурсии сложно здесь купить. И русскоязычная экскурсия не предлагается здесь. Какие-то базовые сувениры, побрякушки, товары для моря и простенькая одежда. С этим проблем нет. Также есть алкоголь. Также есть незамысловатая еда. Мне понравилось. Я покупал орешки. Орешки вкусные, лучше по качеству, чем в России. Такие вот лавки есть. Ну и такие достаточно приятные цены. В магазинчиках по 100 тугриков, по 100 рупий футболки. Фиксированная цена за 120 рублей всего лишь. В России таких цен нет. Полупустой кафе уже. Все разошлись. Майку можно купить от 100 до 150 рупий. Это до 200 рублей. Футболку рублей за 300 можно неплохого качества купить. Такое не одноразовое, а трехразовое. Три раза стираешь и выкидываешь. Ну а почему нет? Тут парковка машины. Здесь уже такая заканчивается проезжая часть. Дальше можно только пешком идти. Тут больше всего людей. Странно увидеть европейскую девушку в компании индуса. Но знаю, что некоторые русские девушки предпочитают голландцев. И даже выходят замуж за них. Странное явление. Но может быть кто-то напишет в комментарии ему обоснование. Настолько плохие русские мужчины. Или может быть совсем женщины отчаялись. Или может быть гуанцы дают в сексе больше, чем русские. В чем секрет? Самая активная зона. Но потихонечку сворачиваются. Сода, лимонад и так далее. Тут на каждом углу базарчики маленькие. Многочисленные улочки вправо-влево уходят. Там еще что-то можно посмотреть. Но ассортимент везде очень похож. Если не одинаков. Есть несколько сетевых магазинов. Они находятся на главной улице. Проезжий Second Road или Holiday Street. Там можно найти сетевые магазины. Декатлон. Там же находятся KFC. Макдональдс. Пицца Хат. Сетевые фастфуд. Ресторанчики. Там можно покушать. Но не понимая, зачем они нужны. Если ты приехал на неделю-две. Я думаю, что и индийская кухня еще не успеет приесться. Вот все. Конец прогулочной зоны. Так она выглядит. Не самое активное время. Чуть раньше народу было больше. Но сейчас тоже можно, прогулявшись, понять, что к чему. Так, и я дойду до моря. Много здесь попрошаек. Много бедных бездомных людей с детьми, стариков, которые просят милостыню. Спят на улице, можно сказать. Вон, один из ярких примеров. Мужчина спит под открытым небом, в грязи, в мусоре, на земле. В холодной. Обычно здесь долбит музыка. Музыка уже выключена. И немногочисленные гости этой локации начинают покидать свои места. Ресторанчики еще горят. Огни из ресторанов горят. Люди еще немножко сидят. Наблюдаются. Наблюдают море. Смотрят. Такой маленький обзорчик. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Отвечу всем. Постараюсь, по крайней мере, это сделать. Буду признателен за подписку и за лайк. Буду признателен за подписку и за лайк.